Некоторые особенности отдельных государств заставят удивиться туриста, хоть для местных жителей это в порядке вещей. Так, во Франции уличные писсуары являются вполне нормальным явлением. С виду они похожи на цветочную клумбу. Кока-кола у всех ассоциируется с красным цветом. У всех, кроме турков. Ведь в Турции вы можете купить голубую колу. Представители Пепси остались этим явно недовольны. В некоторых магазинах Великобритании мясо упаковывают в специальные пластиковые коробки, чтобы избежать краж. Привет, с вами канал Фактория! Принглс – самые известные чипсы, которые продаются в цилиндрических баночках, но на Филиппинах они встречаются в более популярной для этого продукта упаковке. По городам Дании ходят автобусы на водородном топливе, и чтобы подчеркнуть экологичность данного вида транспорта, внутри их украшают искусственными растениями. Что вам первым приходит на ум, когда вы думаете о Макдональдсе? Конечно же, бургеры и прочий фастфуд, но в Японии вы можете заказать в этой сети кукурузу. Присылайте по ссылкам в описании под видео странности того места, где вы живете. Для того, чтобы привлечь внимание к знакам «Проезд автомобилей запрещен», в Дании на них иногда добавляют какой-нибудь рисунок. Чем славится Египет? Своей древней культурой? Может быть, курортами? Нет, тем, что в этой стране вы можете купить чипсы от Google. В новых поездах Стокгольма, Швеция, есть небольшие пасхалки для геймеров, но заметить их сможет лишь самый внимательный пассажир. Сейчас торговые автоматы используются не только для продуктов. В Швейцарии в них продают тесты на беременность. В канадских заповедниках встречаются довольно странные знаки, ведь они обращены к коленям, а не к людям. Знаки просят их не есть человеческую пищу. Дело происходит на одной из нидерландских станций метро. Это не просто качели, чтобы развлечься, пока ждешь поезд. В процессе вы вырабатываете электроэнергию, чтобы зарядить свой гаджет. В Новой Зеландии находится, пожалуй, один из самых странных Макдональдсов. Под него переоборудовали старый самолет. Этот автомат с минералкой был встречен в одном из спортивных залов Саудовской Аравии. Температура воды уменьшается сверху вниз. Хотите теплую – покупайте с верхней полки, холодную – с нижней. Различные ограждения в общественных местах, которые не позволяют парковать машины, это далеко не новшество. Но рядом со школами в Нидерландах их делают в виде цветных карандашей. Этот мост, если его так вообще можно назвать, находится в Бельгии. Проходя или проезжая по нему, вы будете находиться на уровне воды. Книжные торговые автоматы – это довольно распространенное явление для Румынии. И они очередной раз доказывают, что эти аппараты могут торговать не только едой и аксессуарами для телефонов. В Америке настолько любят «Звездные войны», что одна из авиакомпаний разделила посадочные места в своем самолете по фракциям. Финны любят попариться в бане не меньше, чем русские. У них это дошло до того, что кто-то придумал переделать одну из кабинок на колесе обозрения под сауну. Японцы очень ценят дикую природу. В некоторых местах они даже торговые автоматы стилизуют под окружающее пространство. Полет фантазии американца невозможно остановить. На одной из заправок в этой стране ручки на дверях были заменены заправочными пистолетами. Такие краны с бесплатной водой можно встретить в некоторых итальянских городах. Их главная особенность заключается в том, что вы можете выбрать кран с газированной, охлажденной или обычной водой. Все мы привыкли, что зеленый – разрешающий сигнал светофора. Но если вы поедете отдыхать в Японию, забудьте про это. Ведь у них за этот сигнал отвечает синий цвет. Дорожная полиция Бельгии строга и непреклонна. Они внимательны абсолютно ко всем участникам дорожного движения. Перед вами всадник, которого в данный момент проверяют на количество алкоголя в крови. Простыни и полотенца предназначены для использования в номере. Не на пляже и не на вечеринках. По таким табличкам можно понять, что сейчас ты находишься в Греции. Финны невероятно ценят личное пространство. Порой на улицах Финляндии можно встретить такие одноместные лавочки. Они повернуты таким образом, чтобы не сидеть лицом к лицу с другими людьми. Полицейские собаки в Чили немного отличаются от остальных. Ведь они носят специальные кроссовки. От такой убежать вряд ли получится. Если вам удастся посетить Малайзию, то обязательно отведайте тосты из зеленого хлеба. Это довольно популярное блюдо в заведениях общественного питания этой страны. В эпоху цифровых технологий знаменитые красные телефонные будки в Англии перестают быть нужны. Поэтому им находят иное применение. Эту превратили в цветочную клумбу. Неаполь – это невероятно красивый город Италии. И чтобы даже слепые люди могли насладиться восхитительным зрелищем, открывающимся со смотровых площадок, на перила наносят описание этого вида шрифтом Брайля. Финны знают толк в неактивном отдыхе. В супермаркетах этой страны можно купить упаковку, внутри которой тысяча бутылок пива. Белиз – это небольшое государство Центральной Америки. В магазинах Белиза продается вода не только в бутылках, но и в пластиковых мешках. В Бразилии просто обожают футбол, это известный факт. И их любовь настолько сильная, что у телевизоров бразильских отелей на пульте есть специальная кнопка, которая сразу включает футбол. Как вы относитесь к приметам? В Индии к ним крайне осторожны. Поэтому в лифтах города Мумбаи нет кнопки 13-го этажа. Ее заменяют буквой Ти. В Таиланде сидячие места в общественном транспорте предусмотрены не только для инвалидов, пожилых и беременных, но еще и для монахов. В Дании на некоторых светофорах можно встретить маленького викинга вместо привычного круга. Таким образом, страна подчеркивает, насколько сильно она ценит свою историю. В Ирландии левостороннее движение. Поэтому в автомобилях, которые сдаются в аренду, есть специальная наклейка. Она на всякий случай напоминает водителю, по какой стране надо ехать. В Швейцарии технологичная система мусоропроводов. И сейчас вы видите, как выглядит процесс их очистки при помощи специального оборудования. Также Швейцария славится своим сыром. Он здесь настолько популярен, что его можно купить даже в торговом автомате. Специальное устройство, которое находится в одном из аэропортов Нидерланд. Оно за 25 секунд дезинфицирует смартфон и паспорт. Очень актуально в наше время. В Австралии крайне трепетно относятся к экологии. Они даже хлеб закрывают не пластиковой застежкой, как везде, а картонной. В Дании, как и в России, совершеннолетие наступает с 18 лет. И на 18-й день рождения местным жителям государство присылает конституцию. В Австралии многие полагаются на вашу честность. На этой фотографии вы можете видеть прилавок с бананами, но без продавца. Люди просто берут нужное количество и оставляют соответствующую сумму. Этот снимок был сделан на входе в общественный туалет в Тайване. На табло можно увидеть, какие именно кабинки заняты, а какие свободны. Реставрация зданий и уж тем более постройка новых на время уродуют улицы городов. В Китае нашли, как решить эту проблему. Там строительные заборы маскируют таким образом. В одном из южных регионов Финляндии настолько много ежей, что приходится устанавливать специальные знаки, чтобы водители и пешеходы были внимательнее. Пока человечество пытается массово внедрить беспилотные автомобили, в Австралии уже ходит автоматическое метро. Это позволяет пассажирам насладиться видом подземки с места машиниста. И снова случай из Финляндии. Что уж поделать, в этой стране много всего необычного. Здесь, в супермаркетах, вы можете купить еду, которая подается на борту одной из финских авиакомпаний. А в супермаркетах Израиля своя особенность. На обратной стороне чека вам может встретиться головоломка, чтобы вы убили пару минут, когда будет нечего делать. Некоторые шведские супермаркеты выращивают зелень на территории своего же магазина. Своё производство куда выгоднее. Дело происходило в самом обычном супермаркете Эстонии. Корзина с бесплатными фруктами для детей с надписью каждому ребёнку свежий фрукт. Эту задумку из общественного туалета Италии пора перенять всему остальному миру. Вода включается при помощи педалей внизу. В корейском метро есть специальные места для беременных. И их ни с чем нельзя спутать, ведь рядом висит игрушка, которая увлечёт ребёнка на время поездки. Элвис Пресли служил в армии в немецком городе Фридберг. Местные жители настолько этим гордятся, что установили в некоторых местах такие светофоры на пешеходных переходах. Бананы быстро дозревают и переспевают после покупки. Поэтому в Южной Корее в одной упаковке находятся бананы разной степени зрелости. Это рассчитано на то, что вы съедите их в течение нескольких дней. На территории Канады есть остров Принца Эдуарда. Да-да, это его название. И там используются специальные светофоры для дальтоников. Сигналы различаются не только цветами, но и формой. Эта лестница находится в Южной Корее. Она не просто показывает, сколько калорий вы сожгли на определенной ступени, но на ней также ещё написано, сколько этим самым вы прибавили секунд к своей жизни. На светофорах Нидерланд есть кнопка не только для пешеходов, но и для конных всадников. Она находится чуть выше. Экспериментальные штрафы в Эстонии. После остановки за превышение скорости водитель может выбрать не денежный штраф, а временной. То есть ему придётся простоять некоторое время на специальной парковке. После чего полиция позволит продолжить движение. А пока на этом всё. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok